День у нас 8 июля 2017 года. Вот уже брат Роман приехал на утреннюю молитву. Иначе он всех собрал сегодня тут. Собирает в ней. Вот наши идут гости ребятишки. Вон брат Никита идет. Идет их сюда. Вот они растянулись. Аж вон докуда. И я чуть отстал. Там Сангей Павлович с ними пусами гулял. А вот зоны уедут. Прямо гуля! На своей машине. Прямо гуля! Прямо гуля! Прямо! Моя, говорит, работа. Раз в пять. Прямо работа. Мистер, вот тебе, кажется, тут палец перебило. А, да, да, да. Что же случилось? Палец. Кшмек. Палец. 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 Академия. Глаза. У меня же интересное другое, ты никогда не наста... Сколько там приборов есть? Астрономические, там еще штук 15, всякие гелиоскопы, скопы. Да, спектроскопы, много. Друзья, есть какие-то? Спектроскопы есть, изоптические, скопы... А, еще театриты. Где мальчики? Доброе утро! Доброе утро всем! Что-то вид такой у всех пасмурный. Пасмурный? Куда? Дверей тут нет. Доброе утро! Без окон, без дверей. Ну вот, сейчас будем ждать других, когда прибудут Слава Христу. Вон Вик Николаевич подъезжает к нашему молитвенному горку. Слава Христу. 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 Мы просили. Слава Христу. Бога Христу. Поэтому мы постараемся. приобрести дома. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Кто желает. Слава Христу. Слава Христу. Христу. Господи помилуй. Слава Христу. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи. Ты поднял. Господи помилуй. Господи. И теперь. поклонимся. Слава Христу. Господь. Господи. 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 над нами. помилуй. помилуй. надежда. ныне. помилуй. наступления. светлого. надежда. надежу. 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 следов. но твоя. надежу. надежу. к mortу. надежу. на тебе. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, удали все скверные, лукавые, кульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я убог и несчастен, и избагни от многих губительных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и при чистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Господи Иисусе Христе Божий наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное сие моление, и прости нам все согрешения наши, помини всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздаем по делам их, но по великой Твоей милости обрати их, и верны к правоверию и благочестию, верны же, чтобы уклонялись от зла и творили добро, нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоей крепостью, от всякого злого обстояния, милостиво избавь. Отечество наше от лютых безбожников и от власти их освободи. Верны же рабов Твоих скорби и печали день и ночь, вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услышь, многомилостивый Божий наш, и изведи из истления жизнь их, подай мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, которых Ты чистую Твоей кровью искупил, но и отступившим от Тебя и Тебя не ищущим, будь явлен, чтобы ни один из них не погиб, но чтобы им всем спастись, и в разум истины прийти, чтобы все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославляли подчестное имя Твое, терпеливодушный, незлобивый Господи, во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария Господь с Тобою, и благословен Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса, родила и си душ наши. Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови достояние Твое, даруй победу над врагами, бесами, православным христианам, и крестом Твоим сохраняй Твой народ. Спаси, Господи, и помилуй Духовного Отца моего, и по молитвам прости мои согрешения. Спаси, Господи, и помилуй Святейших Восточных Патриархов Православных, митрополитов, архиепископов, епископов православных, патриарха Кирилла Илью, митрополита Сергия, епископа Евтихия Максима, Илариона Агафангела, братьев наших священников и священно-монахов, и весь церковный притч, который Ты поставил, пости словесное Твое стадо, по их молитвам, спаси и помилуй меня грешного. Спаси, Господи, и помилуй священников, протерея Акима и Анна Павла, Геннадия, Михаила Михаила Наума Василия Виталия, Андрея Зосима Олеговича, Слава Александра, Зотика Зинона Гурама, и гумена Никиту Кирилла Собщина Амбросия, Андрея, Андрея, Дмитрия, Дмитрия, Даруй добрых пастырей в стране Российской Церкви Православной. Спаси, Господи, и помилуй старых и юных, сирот и вдов, находящихся в болезнях, печалях, бедах, скорбях, напастях, темницах, заточениях, особенно же рабов Твоих, преследуемых за Тебя, и веру православную, незначимыми Тебя безбожниками, еретиками и отступниками. Всех их вспомни, посетив, крепи утеш, и даруй им силу Твоей скорое облегчение, освобождение и избавление. Спаси, Господи, и помилуй. Игорь, 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 Севастяна, Льва Андрея, Виктора. И всех православных христиан, здесь, в Потеряевке проживающих, в городе Барнауле, в России не живущих, сохрани на сей день от пожара, от воров, от нечистой силы, от всякого рода зла, и душам нашим полезное сотвори. Помоги, Господи, гонимым христианам в Сирии, в Северной Корее, в других странах мира, укрепи их, Господи, и всех православных христиан посети милостью Твоей, и нас помилуй, милости Твоей ради. Слава Тебе за начало нового дня, которого никогда еще не было на земле. Слава Тебе, Боже, Боже веки! Обрати, Господи, к вере истинной, приведи к покаянию родственников наших. Обрати, Господи, правителей Владимира, Дмитрия, Дональда, Эммануэля, Ангели, Рамзана, Александра, Виктора, Михаила, Барака, бывших правителей, Франсуа, Ким Чен Ина, Рджепа, Эрдогана, Сизин Пина, правители сильных и слабых стран мира сего, Владимира, Петра, правители Украины, утиши войны, Господи, примири враждующих на Украине, в Сирии, в Палестине, в других частях мира, дару мира России, Израилю. Разуми, Господи, правители, чтобы издавали законы угодные Тебе, наведи на них страх Твой, чтобы помнили они, что здесь временно они царствуют, по Твоему попущению, отступивших от православной веры и ослепленных губительными ересями, светом Твоего познания просвети и к Святой Твоей православной церкви, соборной, Святой Апостольской церкви, причти. Избави, Господи, от пьянства, табакокурения Павла, Игоря, Евгения, Андрея Константина, Михаила Александрова, Владимира, Фабриса. Приведи их к покаянию. Вспомни, Господи, переселившись из этой жизни, митрополитов, святейших патриархов, митрополитов, архиеписков и епископов, а также послуживших Тебе в священническом монашеском чине и упокоившись со святыми Твоими вечными Твоих селения. Вспомни, Господи, души скончавшихся рабов Твоих, родителей наших, родственников, всех православных христиан. Прости все согрешения, если возможно, вольные, невольные, даруем царство и участие в наслаждении вечными благами Твоими бесконечной блаженной жизни. Даруй, Господи, прощение грехов всем прежде умершим с верой и надеждой воскресения и жизнь вечную. Отцам, братьям и сестрам нашим мы сотворим вечную память. Достойно есть Тякова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую, Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления Бога, Слово родшую, сущую, Богородицу, Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, сломи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причистой Твоей Матери, силуя честного и животворящего креста, и святого ангела моего Хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, так как Ты благ и человеколюбие. Боже, будь милостив и к нам грешным, сотворивший нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости нас грешным, помилуй и благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог Иегова, Авва Бочи. Свят, свят, свят Господь Саваоп. Исполнивший землю небослава Своей. Слава, вышли Богу на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, который дал веру в Тебя, страх пред Тобой, и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне греши. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты хранил, защищал до сегодня. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И провели душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и введи ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян, креститель, претеща Христов, моли Бога, научи нас, Господи, жители бедности. Имея пропитание и одежда, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. И укрепи народ Твой, чтобы не участвовали в бесплодных делах тьмы, но и обличать правителей не страшиться их. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости воздержания, добрый архипастор, моли Бога о нас, молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья и Алексей, нох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, но Иосиф, Патриархи, Медраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иосия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михея, Аврам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы выше на встречу Тебе к жениху души своей, с сосудами полными или добрых дел, соделаны в Духе Святом с любовью, со светильниками истинной веры. Аллилуйя. Молите Бога на святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящим, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей и Марк, Лука и Иоанн. Даруй Господь, жажду нам исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога на святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамьян Андрей, Стратилат и Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, Да дарует веру, Анфиму, Вениамину, И устраши родителей за ложное воспитание. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Ипрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио Сергий, Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадский, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Филарет, И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла Первомученица, Патина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроники, Юнии, Киприяна, Вастинам, Да дарует Господь послушание и молчание, Силомудрие и стыдливости женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания, Исправь непокоривость Галины, Семейства и Евгении, Надежды, Надежды, Святана Мария, Раисова Марина, Юлии, Елены, Галины, И Анны, И нас, помилуй, милости Твоя ради, Помолимся с воздеянием рук, как заповедует нам Священное Писание. Прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю благоухание, приятную перед престолом благодати Твою, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Господи Божий наш, услыши молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, и неверующих родственников наших, обрати. Великая милость оказана нам все место, защити его, сохрани, продли мир еще на земле, будь милостив к нам, прими эту нашу слабую молитву и усилию, Матерь Божия, Твоим ходатайством о нас. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе счастье и поклонение во веки веков. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Посмотрите, как тут лагерь, прямо рядом, покажи. И мы молимся на восток. Вот рядом пруд, вот этот пруд. Если мне удастся достать, все-таки, ну нет, дорогой, но может быть другой, Алексей. Он говорит, какая стрела у него? 24 метра, по-моему. Ну вот здесь можно загнать, прямо вплотную здесь. Если повдоль все это углубить, метр на 4, и затянет 2 метра, ну а дальше будет стоять. И тут может даже рыба быть. Тут рыба была, отец говорит, карась, ведро, и хвост наружу был. Большая рыба тут водилась. Ну а остальное, естественно, сразу углублять на южный, если возможно будет. Ну возможно будет. Маленько, лагерь не загнать, вот в чем дело-то. Ни с какой стороны не подойти. Ему нужна площадка ровная. Бульдозер, ну берег, просто нам не дадут его испортить. Но если можно было бы, тут поговорить надо. Это уже касается экологии. Мы ничего не делаем, кроме того, чтобы углубить. Чтобы Бог дал хорошего бульдозериста, вот как в прошлом году, позапрошлом были. Вообще без спора все делали. Пока у меня Алексей тут как промежуточное звено, он звонит, узнает. И вы все время молитву просите Бога. Вот здесь мы подняли, смотрите, насколько воды больше стало. Больше на лагерном, пруду. Еще мы не можем поправиться с этим. Не позволяет нам возможность с храмовым. Там до родников можно было докопаться. Но нигде не поставишь его, ни с какой стороны. Где его поставить? Везде деревья, везде... Ну, пнева не вытащит, это же не бульдозер. Я даже не знаю, как. Надо храмовый. Тогда, видимо, родники были, оно неосушаемое было. А сейчас, тем более, кто поселится, чтобы можно было выкачать воду на огород. А у нас качают только с одного озера, с этого, с пруда рядом. Ну, называемый его лагерным, потому что лагерь рядом. Вот. Теперь сегодня у нас обычно порядок такой 8 завтрак, в 2 обед, в 7 ужин. Но сегодня суббота. И поэтому, ну, так оказалось, что суббота. У нас крещение проходит 7 июля или в первое воскресенье, если 7 оказалось раньше, в первое воскресенье после 7 июля. Ну, нынче оказалось, что седьмое в пятницу, девятого. Сегодня восьмое, завтра будет девятое. Девятого июля будет крещение. Если Господь, конечно, так благословит, как мы думаем, то сегодня у нас баня, до обеда надо успеть. И обед мы переносим. Мы попозже затракаем на 3 часа. И на 3 часа обед всегда будет. Один раз будет здесь. Вот столб, видите, столбы с собой сошли. И там у нас возвышение. И там от комаров мы спасались, обедали всегда. Сегодня мы там будем. И у кого что есть желание помочь там, кто-то выросла там, какая ягода, дети все примут. Да и взрослые побалуются. Но у нас тут благодетелей хватает со всех сторон. Сейчас еще время, пост не кончился, поэтому зеленая, там зелень какая, что есть. У нас есть тут. Сестры подадут. И обязательно я не гляжу, не приехал Андрей. С чем связано, не знаю. Он подумал, что моление кончилось, или что. Чтобы Степа был с нами, надо пойти туда, я сам пойду. Он был в лагере, это лагерное. И чтобы в 3 часа ровно подошли сюда, к этому месту, где вот мы обедаем здесь. И тут расстелены будут палатки. Мы всех приглашаем, кто деревенский. Лагерь тут понятный, кто к нам приехал на крещение, они у нас все здесь. Можете что дать. Я знаю, что если было в Молосно, Игорь Глушков, барабаш, это сливки, там и яйца, и что угодно могут. Но сейчас нет этого. И мы посты строго соблюдаем. Приглашаем всех к нам на обед. В 3 часа сегодня. Мы батюшке скажем, видите, как собрались на этом месте. И тут колхоз устроил водокачку, вода, и мы принесли эту воду. Евангелие Теана 7,37. Кто жаждет, иди ко мне и пей, говорит Христос. Все сказали о Духе Святом, Которого имели принять верующие. А знаете, как сидят, как воробьи. Вы не бойтесь, не обрушится, там прочно все. Можете за столбик держаться и сидеть. Там, видишь, Машенька сидит, где. Маленько, как бы вошел, поплотнее-то вошли бы все. Так, вопросы, какие есть? Видите, как Господь освящает место с молитвами. Никак нельзя было здесь. Вот это раньше нельзя было. И Господь как спихнул, убрал, все. И новые люди, совершенно новые. Вот где кто жил, потеряем, только мы уже знаем. Так, что там? Отвалилась. Только что сказал. Они здесь связали. У меня проволоки набрать и связать. Подожди, еще там свяжут. А то не связали, везде надо связать проволокой. Тяжелая. Проволок-то вон там много лежит. Если ему пойдете, то, Женя, поможешь ему. После завтрака сюда прийти, это обиходит. И помочь там подготовить. Из лагеря принести там бревнышки какие, доски, если надо, ну, можно прямо привезти оттуда, а здесь оставлять где-то их. Вот, замыслы у нас такие, и, как правило, у нас замыслы все исполняются. Мы не хватаем выше головы, а конкретно, вот место, вот мы его разравниваем. Я пришел, тут крапивы нынче много было, он засохший везде. Убрали, загородили. Мы, все естественно, подсильно нам. Здесь мы работали, не естер, где он у меня? Я здесь. А, вот. Он работал. Мы тут большую счастью. А другие тут помогали, немножко ребятишки. Говорят, ой, детей эксплуатируют, бесплатный труд, ну, кто-то там говорит. Ну, эксплуатируют. Пускай болтается где-то. Безделье научит всему дурному, Владимир Мономах говорил. А что хорошее знал, будет предано забвению. Не до этого будет. Поэтому приучи его к труду с малых лет. Есть такая картина, отец вышел косить литовкой, а литовка маленькая, а впереди мальчишка стоит. Ну, такой вот. И он литовкой ему показывает, как косить. И он вырастает, он все знает. техника, я гляжу у Игоря, Ерема, Еремеева звать. Он уже, со скольки лет он у тебя машинами тут руководит? Семи. Понятно. Я в Америке считал, 14-летние, выдают уже будто бы водить самолет. Не знаю, насколько это достоверно. Самолет. Даже. Не так, так и об землю разбиться можно. Вот так. Но, это конкретно. Подожди, Коля, ты видишь, там получилось, что надо забить гвозь. Обязательно сегодня возьмите большие гвозди, забейте, и проволокой между собой, вот смотри, Женя. Проволокой, алюминия, в двух-трех местах каждую вот эту сделать. И завязки, чтобы внизу были, не мешали. Как в лагере, вон там, там не оборвется. Все связано. Главную работу Михаил Кальмаев делал. Мы всех поминаем, благодарим Бога. Когда нужно было Израилю поселиться, Господь ведет. Ведет, а Израиль говорит, да там народы, а народы такие сильные. Ой, мы были, говорит, смотрели, люди как деревья. А стены высотой до облаков. То есть, сели панику. От каждого колена был один представитель. И десять арабыли против. А двое не испугались. Иисус на вин и халев. Двое говорят, а с нами Бог. Да, правило, народ там какой-то особенно рослый, как англичане, американцы. А мы их не боимся. И мы знаем, Господь сказал, сколько дней выходили, высматривали землю. Осмотрели, принесли кисть винограда, тащат на палки двое мужчин, и посередке висит кисть винограда. И начали сеять в панику. Господь сказал, в сорок дней ходили. Сорок лет будете в пустыне, пока не перемрете все. Поворачиваю назад, оглоблю. Да мы уже, все кончилось. Уговаривать больше я вас не буду, Бог говорит. Я привел, показал землю, люди пришли. Почему вы этим десятерым верите, а двоим не верите? Да каих меньше. Ну вот теперь идите вместе с большинством. И все, кто выше 20 лет, все, пример, ни одного человека не осталось. Только два. За то, что правду говорили и не убоялись этих народов, которые в этой местности. Мы, когда приехали, первый год было не так. Вот с батюшкой выше косить. Накосили копна, а оттуда приехал Галашубов, фамилия его. Да и забрал сено, прям при нас. А это моя территория, это 20 лет пустырь здесь был. Он забрал и увез. А что, жалко. А мы знаем, у одного христианина лошадь украли. И он пришел к празднику, к монахе, лошадь украли. И такой хороший был сивка у меня. А теперь, он говорит, ты не плачь о сивке, плачь о том, кто украл. А почему? Не знаю, но Бог сказал так. Пока говорили, храпит конь прибегает. Он, оказывается, через реку, конь его сбросил и затоптал ногами. Ты о нем плачь. Так и здесь. Это Коля Голошубов, оказывается. Он пошел в лес, вот ворует у нас лес-то, это лес-то потеряевский весь-то. Что он там делал, неизвестно. Дерево упало на него и убило. Его нету. А мы живем. Я мордушки поставил, там прихожу, он сидит из мордушек, вывалит. Я говорю, ты что делаешь, мордушки наши, а вы еще поймаете. То есть наглели беспредельно. И Бог их убрал. Земля пустая. Народы, семь народностей сгинули, их нету. Ни одной буквы от них. А Израиль возвысился. Я всем еще раз говорю, если хочешь быть благословенным, никогда не проклинай народ Божий. Израиля. Они не знают Бога, молись, чтобы познали. И второе, последнее ветхозаветнее, это платить десятину. Она нам не принадлежит. И то, что в новом завете не указано, она Божья, ее указывать не надо. Почему? Бог участник. Бог дал эту землю, или ты сам ее взял? Бог. Кто дал траву? Бог. Кто солнце дал? Воздух, воду? Бог. А тебе жизнь кто дал? Кто завел этот моторчик, 90 лет не останавливается, колотится в груди? На пять минут, если остановится, уже не воскресит человека. Отмирание мозгов. Кто? Бог. Ну поделись с ним. Бог не просит девять, отдай, десятину возьми. Десятину, это моя, моя. Я, как затоут, говорит, Бог участник. Ну поделись с ним. Вот мы пошли на охоту. Ну ты, допустим, охотник, а я тебе помогал, носил, но все равно что-то я же делал. Ну ты убил десять соболей, но одного соболя-то отдай мне. Я тоже мог, ходил, также страдал. Вот это Бог говорит нам. В Ветхом Данном Завете не имеет значения. А вторая десятина, это храм, устройство. И третья, на нищих, это Тавит, первая глава, шестой, восьмой стих. Вот я говорю, был, искал Евангелие, Евангелия надо было много. Ну а Евангелие где? Наконец нашли, в Иркутске. Мы когда ехали туда, заехали, созвонили, все, Кукушкин, фамилия его, он оказывается, не православный. Я не знаю, у жены, кажется, на руках, девятый ребенок был. Девятый. И он говорит, я плащу пять десятин всю жизнь. Я только один раз встретил человека, который с таким пиететом, с восхищением говорил о десятине. Смотрите, вот этот дом мой, а дом большой такой, его строили православные для храма, уже все построили. И что-то случилось, их заставили продать, а я, говорит, вот он где и купили. И я фактически живу в православном храме. Не православный. И мы у него ночевали. И вот интересно, как Авраам обслуживал трех странников. Он нас, мы утром уезжаем рано, и он стоит сзади, обслуживает, нам подает. руководители их, сектантов. А наши послужители, говорят, он стоит и крестится. Мы один раз с ним встретились. Он очень чуткий оказался. Мы поднимаемся в большой дом, где склады у него там, вот американская какая-то секта. Поднимаемся по ступенькам, и он спрашивает, а ступенек там, допустим, пять, а когда пройдем, там 20 ступенек, глубокий склад, там у него загружено все Евангелиями. А сколько вам надо? А потом в конце оборачиваются. Берите хоть все. Пока вот эти ступеньки по полу прошли, и он уже другой. Я, говорит, всю жизнь просил Бога показать мне живого пророка. Я впервые вижу, я гляжу, никого нет. Он говорит, какой я пророк? Порок, а не пророк. Не говорите. И он, мы нагрузили машину рессорами вот в обратную сторону. И раздавали. 30 тысяч Евангелие раздали. Как Бог соединяет людей, ну, не молитесь, мы не молимся. Это у нас все записано и в интернете стоит. В интернете. Мы можем брать пример из этого? Да, можем. Так что не бойся, что у тебя четвертый ребенок будет, Виталий. А благословляй Бога и радуйся со своей ангелиной, чтобы были ангелы на небо. Коля, уже несколько раз говорю, никто не садится, один ты. Ну, падать, все равно лезешь и лепишься. Вот в этом ты весь. Ты беды никакой не чувствуешь. Слушай. По неволе, я должен обратить внимание, уже второй раз сказал, все встали, потому что гвоздик там слабый, видимо, забивали ребятишки, и он выдернулся, люди-то взрослые. Ну, его надо обратно прибить, другой гвоздик смотает, будешь сидеть. Ты стоять не можешь, ноги больные. Да нет, ты на трава тебе. Таким не надо быть. Поэтому дети, это спасение будет или погибель, если не приведешь их на небо. Дети должны быть на небе. Почему написано, я и дом мой будем служить Господу. Дом мой. Раб, рабыня, ослы, имение, мотоцикл, все. Вот у нас сколько здесь? Пять машин приехало, три велосипеда, один мотоциклист. Я не настучался, был только Юрьичуков, покрещал, постучал, нигде никого нету. То ли меня увидели, попрятались, то ли коров доили, не могу сказать. Вот так Бог благословил нас. Так, я Марию спрошу. Так, у вас все по порядку, как намечено, так и идет? На какой день? 16 июля. 16 июля. Так, ничего не изменилось, да? Я хочу отдельно помолиться сейчас о них. Я их обоих знаю. Избранник ее, это наш племянник. Вот дом, в котором мы живем, они его строили. Работает в научно-исследовательском институте, технологом, старшим вроде, или как, правильно, нет? я не знаю, что они говорят, но какие-то важные такие там открытия делают, чуть не на мировом уровне. Ну, исследовательский институт Томска вообще славится. Ни Барнаул, ни Новосибирск, Сибирь-то, Томск всегда столицей было в Сибири, Томск. Ну, вот, Мария Игоревна собирается туда, чтобы она не была обманута. Ну, как обманута? Оказывается, не тот. Я тебе сказал, с чем бороться, удастся тебе или нет, чтобы ты была одета по форме. Платочек, батюшка будет венчать. Никаких прозрачных на голове не было, венчание навсегда. Ты с левой стороны будешь, помощница. У тебя все есть, ты столько слышала. Была среди нас, я за тебя боялся, не знаю как. В первую очередь, приезжали старообрядцы, примирялись к тебе. Молодец, что не пошла. Семинаристы, на тебя, говорится, глаз положили, ты не пошла. Это очень много значит. Тут тебе простор открыт. Я знаю их. Они любят вставать поздно. Переломи обстановку. По крайней мере, ты вставай, как у нас принято в лагере в пять, чтобы муж встал, все было готово. И на молитву. А дети будут, пой слух, как наша мама пела, а мы полусонные, слышали, это все заложилось сюда. Я больше ничего не могу сказать, потому что ты обеспеченная, тебя родители благословляют. Но это очень много значит. С той стороны тоже благословляют. Ну, Бог так все устрояет. Между родителями, где что было, никогда не поминать, там что-то из-за земли когда-то было, и ты знаешь, что я всегда был на стороне твоего отца. Характер отца унаследуй и в детях положи. У него все друзья. Все. Всем все отдаст. И Петр Григорьевич у них, отец, точно такой же. Кто бы ни пришел, последний отдаст. Нам не касается их семейное отношение. Мы должны вычленить самое положительное качество. Между нами, ну, допустим, Марком его звать, Марк Петрович, никогда не было конфликтов. Интересно, я смотрел фильм Камагридеши, и там, ну, первая пасановка, которая была в фильме, Петр Устинов играет. И он говорит, дорогой Марк, у меня так и вошло. К нему я обращаюсь редко, когда дорогой, а Марк у меня всегда со словом дорогой. Он приезжал, мы записали, ну, какой я дорогой. Я говорю, никуда не денешься. Все, заклеймил я тебя этим словом. Соответствую им. Он говорил тебе, наверное, это? Нет, ну, и знай. Это там, дорогой Марк, вон там, с Лидией был знаком. Ну, Камагридеши где. И к нему обращалась христианка, приемная как бы мать, у которой она была заложница, эта Лидия. Вот. Пять минут. Да. Пять минут. Пять минут осталось. Вот все. Мы сейчас уходим. На три часа, на три часа дня, вон где столбы наклоненные, просим прийти, разделить с нами трапезу. Если у кого что-то есть, мы не откажемся, что-то бывает там, пампушки какие-то, ягодки или что-то. То есть, даже вот вчера были, нам сестра Серафима Гавриловна, лук там дала, благодатью Божией. Я вернулся, всем говорю, ягоды призывают некто, но такого ягодного места, как у нее, я не видел. Это благодать Божия. Благодать. А почему? Молитва. У моей матери все росло в огороде так, что все бабки спрашивали, а откуда такие? Вот такими огурцами. Мы бегаем, ребятишки едим, догоняшки тут играем. Все росло, кроме, кажется, просто чеснока. Она говорила, когда садилась чеснок, и какая-то там считывание колдунья что-то сказала. Хоть сколько не садись, чеснок никогда не родился. Никогда. И поэтому чеснок где-то добывали. Редька там набьет, редька целые подвалы, брюквы, перец, перец был такой, что уши загорятся. Не такой, как сейчас едят. Мы такого не знали. И отец обычно в чашку бросит, губы жжет, как крапива, он нож поперек положит, вы со своей стороны хлебаете, а я со своей. И правда, как будто ешь и не так сжет уже. А ножик по краям лежит, а суп-то внизу. Ну все, вопросы? Ваня, во сколько женщина, во сколько мужчина? Ваня, во сколько? После завтрака это пить надо уже. Сейчас. После завтрака это пить надо уже. Ну вот так, пример, где-то быть рядом, держать надо. Я позвоню. Завтра у нас тут уже распорядок такой. В храме, потом там, пирса нет, поэтому туда резиновые длинные утащить, положить, хотя бы наступать где-то, не самый ил-то там поднимать, друг на друга, чтобы они в нахлестку были потихоньку. Креститься, если я не ошибаюсь, вот вы один, надежда, вторая, надежда, третья, злостых, пятеро и два ребенка, семь человек. Полнота Божья. Богу нашему слава. А молодых хотели помолиться. А молодых? А молодых. Давайте помолимся. Господи, слава Тебе. Боже всемогущий. Дивны дела Твои. Мы просим Твоей милости, благословения на Марка, на Марию, на их дальнейшую жизнь, чтобы чаянии, которые они возлагают, не были обманными, чтобы не было лицемерия в их поступках. Любили Тебя, Господа Бога нашего, молились постоянно, исполняли посты и считали священное писание, заботились о священстве, епископы, ходили в послушание, где не противоречит Святой Библии. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все. Забираем. Заберите все. Подойдите. Все, покажи, как выезжают. Перепрыгнуть и не можешь. Только так. Смотрите. Да что ж такое-то, да, Депе? Да. Ну, это она отдельно. Наша сумка угнать лучше, надо отдать. Девочка, творитесь и учитесь. Место. Педагоги нашли друг друга. Надежда Васильевна поехали, я довезу вас. А, брат, 1600. А что, цепи-то поменят? Ну, потом, деньги-то пускай будет. Ты же все равно будешь поменять. А, ну, ладно, да. Вы вдвоем или одна? Я тоже предлагала. Ну, я Надежда Васильевна отвезу. Хорошо. Сейчас. Шаги-то. Вот туда, поди. Вон, где люди-то поехали, смотри сюда. А, вон, где люди-то, вон, люди-то, вон, видишь? Вот, видишь? Три столба. А рядом зеленая, это, наверное, страсти. Аллилуйя, 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 Аллилуйя тебе Божия, Аллилуйя, Аллилуйя тебе Божия, Аллилуйя, Продолжение следует...